Сибирская кухня Это и грибы, это папоротник, это оленина, это морал, это также северные рыбы. Поэтому если ты хочешь рыбке ответить в такой жаркий день, у каждого почему бы и нет. А сестра гонинки еще. Тоже сибирская кухня. Я знаю, что у тебя заготовлен сюжет. Куда ходила? В Хозяин Тайги. Но самая сибирская кухня визитная карточка нашего города. Давайте посмотрим и вернемся к обсуждению. Мы продолжаем тестировать летние террасы города Красноярска. Сегодня мы находимся в одной из самых живописных летних террас ресторан Хозяин Тайги. Ну посмотрите, какой потрясающий открывается вид. Но чуть позже мы отведем настоящую сибирскую кухню и вам все подробно расскажем. Что за летняя терраса без летнего меню? В ресторане Хозяин Тайги действует летнее предложение. Смотрите, какой оригинальный подход. Это натуральная пробка. Смотрите, как это красиво. А поворачиваете и здесь есть меню. Давайте несколько позиций вам зачитаю. Например, салат из подкопченой осетрины и икрой омуля 1160 рублей. Ну, например, юшка с мясом косури 390 рублей. А стейк из мяса лося с сырным соусом 840 рублей. Поэтому, друзья, спешите обязательно в ресторан Хозяин Тайги, чтобы попробовать летнее предложение. И насладиться, конечно, прекрасным видом. Наша первая подача. Сегодня у нас получается паштет из оленя и второй паштет у нас из гуся. Стоимость такой порции 990 рублей. Брусника. Ну какая сибирская кухня без бруснички? Берем паштет и нежно намазываем его на хлебушек. Друзья, это изумительно. Сейчас подождите минуточку. Что хочу сказать, что во многих ресторанах паштет это блюдо, которое подается везде и всегда. Но в каждом ресторане есть определенная консистенция паштета. У кого-то он более зернист, у кого-то он более такой мягкий и нежный. Вот консистенция в хозяине тайги, это та консистенция, которую я безумно люблю. Абсолютно нежный муссовый паштет я бы его назвала. Поэтому обязательно рекомендую его попробовать. А в сочетании с белым итальянским вином? Ай, изумительно. Салат индигирка из филе северной белой рыбы с картофельным нуазетом. Приготовлен по якутскому рецепту из филе муксуна и нельми, маринованных с луком и приправами. Цена такой порции 780 рублей. Приступаем к дегустации. Какая луковая история. Салат не для свидания, однозначно вам скажу. Но для того, чтобы насладиться сибирской кухней, вам обязательно нужно попробовать. Очень интересный, пикантный вкус, я бы сказала. Дегустационная часть, как я всегда говорю, самая приятная. Смотрите, какой муксунчик белый, нежный. Так, можно я буду пробовать, пожалуйста? Ну, очень нежный. На самом деле, давайте прям салатиком. Салатик, листик очень тяжело захватить, но я попробую. Это блюдо я рекомендую обязательно пробовать вместе с соусом. Здесь немножко для рыбки не хватает вот этой вот насыщенности. А когда вы вместе соусом, вместе с салатиком, мне очень нравится. А в сочетании с белым вином, это просто сказка. Вы знаете, ребята, по воскресеньям в хозяине тайги происходят волшебство и чудеса. Вот сегодня я нахожусь в мэрлендже, правильно волшебника? Профессор Дамбург, да, в собственной персоной. Профессор Дамбург. Простите, пожалуйста, давно Гарри Поттера уже не изучала. Посмотрите, как классно, что каждое воскресенье ребята могут прийти, поиграть. Есть аниматор, который сопровождает. От часа до двух происходит бесплатный мастер-класс на кухне шеф-поваром. Завершаем мы сегодня нашу трабезу сметанником с голубикой. Это сочный шоколадный бисквит, пропитанный кофейным сиропом. Поливается кремом из сметаны со сгущенным молоком и сыром маскарпоне. Подается с голубикой и кедровыми орешками. 490 рублей. Ну, слушайте, ребята, судя по описанию, любая диета сразу отходит на второй план. Должно быть, наверное, очень вкусно. Давайте будем пробовать. Вы знаете, это такой вкус детства. У меня бабушка пекла такие пироги. Она, конечно, голубику туда не положила в свое время, но... Это вкусно. Згущённое молоко. О, спасибо ребятам хозяина Тайги. Окунули меня сегодня в детство. Ммм, ещё ложечку за маму. Наш прекрасный обед в ресторане «Хозяин Тайги» завершился. Ну что, друзья, ресторан «Хозяин Тайги» стал давно визитной карточкой города Красноярска. Все гости, приезжающие в наш город, обязательно посещают этот ресторан. И не случайно. Посмотрите, какой потрясающий вид открывается. Какая вкусная и настоящая сибирская кухня представлена в этом ресторане. Поэтому, ребята, мы обязательно рекомендуем посетить ресторан «Хозяин Тайги», а особенно летнюю террасу ресторана. Потому что, посмотрите, невозможно не влюбиться в это место. А какой потрясающий воздух. А вы знаете, что еда всегда вкуснее на свежем воздухе? Так, сейчас все, кто строгал окрошку перед телевизором, просто хотя бы должны колбасу заменить на мясо нормальное, причём желательно сибирское какое-то такое, моралятина, например. Ну, с одной стороны, да, вроде мы говорим про то, что у нас тут локальный продукт, и сибирский тренд. Ну, давайте посмотрим правде в глаза. В обычных там средних и ниже среднего заведениях общепиток готовят всё-таки что там? Пицца, паста, какой-нибудь вокс, суши. А вот это всё, это какая-то такая более высокая кухня, нет? Ну, с одной стороны, я с тобой согласна, потому что это всё-таки дорогостоящий продукт, да? Хорошая рыба стоит всегда недёшево. Хороший кусок мяса тоже приходится за него выложить достаточно хорошую сумму денег. Но ты знаешь, это прям такой стал тренд. Вот есть несколько ресторанов у нас в городе, которые специализируются именно конкретно на сибирской кухне. Там можно назвать «Хозяин тайги», там можно назвать «Тунгуску», там можно назвать «Ресторан годолов». Это сибирская кухня. Но во всех ресторанах, вот по крайней мере, где мы ходим, стали водить прям сибирское меню. Даже если это азиатская кухня, значит, такой листик лежит с сибирского меню. Что интересно, оленина, вот самый последний тренд – это шашлык из оленины, либо стейк из оленины. Честно говорю, вот я не очень люблю сибирскую кухню в таком исполнении, вот именно наше такое дикое мясо. Но в любом случае люди любят и из этого делают прям действительно очень неплохие блюда. Запах есть у него, ну, как у баранины или какая-нибудь специфика, типа как у козы, например, что она жёсткая, нет? А вот ты знаешь, если он приготовлен правильно, вот этой ароматики ты не почувствуешь. Вот на самом деле, потому что есть такие блюда, знаешь, типа медвежатин, жёсткое мясо, его тоже очень мало где правильно готовят. Вот этот наинежнейший кусок, если его подать, то это будет классно. Но опять же говорю, это не моя тема, не моя история, я всё-таки больше за такие продукты немножко другого характера. А давай вот не по ресторанам, а как раз по блюдам. Пять лучших сибирских блюд, может быть, они часто и много где встречаются в разных вариациях. Что это такое вообще сибирская кухня? Ну, вот, например, пять каких-то блюд, которые её представляют. Ну, давай именно не название блюд, а вот в принципе скажу. Что? Смотри, что входит в сибирскую кухню? Это, как мы уже сказали, это морал, это олень, это медведь. Плюс ко всему, ты знаешь, одно время вообще считается на севере, в нашем сибирском севере, говядина – это деликатес. И это всегда заменяли оленем, поэтому оленина – это более сибирский продукт, нежели говядина, как большинство из нас считает. Это, конечно, грибы, это папоротник. Вот это прям самый исконно сибирский вариант, поэтому всякие шишечки, вареница – это всё к сибирской кухне можно отнести. Ну, и, конечно, северная рыба – это чир, это муксун, это нельма, ну, эти все дорогостоящие рыбы. Поэтому вот если называть именно конкретно по продуктам, это вот по названию блюдам тебе не скажу, потому что в каждом ресторане они разные, но именно основной состав им на сибирской кухне выглядит таким образом. Слушай, ну, а нормальным вопросом, не хамским, считается спросить в ресторане, а откуда у вас эта дичь, где вы её берёте? Потому что явно там на каком-нибудь колхозном рынке ты такое не купишь. То есть должен быть какой-то, причём хороший проверенный поставщик. Это однозначно, потому что если рестораны работают, у них должны быть сертификаты полностью, на каждый кусок мяса, вообще с каждым производителем есть договор. Это очень серьёзно, и рестораны, по крайней мере, насколько я знаю, наши рестораты очень серьёзно за этим следят. Поэтому, придя в ресторан, заказывая кусок мяса, ты должен быть точно уверен, что всё там, в принципе, хорошо. Где-то на колхозном рынке, на каких-то других рынках, я не знаю точно, не могу сказать, такой информации не обладаю, потому что у нас все говорят, мы всё покупаем честно, а насколько это честно, тоже второй вопрос. Ну, а входит ли в эту кухню что-то сладкое, выпечка, вообще что-то в сторону десертов? Ну, я думаю, что десерты из ягод, скорее всего, вот как бы нам подавали сметанник, посмотри, какой потрясающий с голубикой. Берём какие-то сибирские ягоды, которые у нас именно произрастают, даже жимолость, да, я не знаю, ещё сезон не закончился, по крайней мере, у меня в холодильнике стоит целая такая ведёрка жимолости. Вот если, например, печёшь какой-нибудь пирог, добавляешь жимолость. Также, если из ягод, ну, я, наверное, думаю, что это какая-то ягодная больше история, потому что, говорю, я по сладкому, честно, Юль, я больше по вину, ежели по сладкому десерту. Ну, вино у нас пока не растёт, а вот всякие сибирские ягоды, всё, что обычно везут в европейскую часть России на сувениры в каком-то виде, там, в меду или ещё как-то, это растёт. Что бы ты посоветовала, вот если и когда у нас активно разовьётся туризм из европейской части России, что отсюда такое классное съедобного можно сибирского увезти? Ну, съедобного, опять же, это какие-то варенья, консервированные какие-то джемы, но вот ты знаешь, я всегда, вот у меня кто-то, друзья, живут в Европе, либо в других городах, они просят привезти. Одна девочка у меня подружка попросила, привези мне норковые тапочки, потому что Сибирь славится пушниной. Это всякие красивые изделия. Ни разу не видела в норковой тапочке? Нет, я видела, я просто немного удивлена, да, потому что мои знакомые, видимо, скромнее, они просто черёмуху просят, они не растёт нигде. Да, ну вот она тогда увела эти тапочки и говорит, привезите мне эти тапочки, знаешь, как в заморских странах, привези мне батюшка, там, как бы у вас, аленький цветочек. Потом берестяные изделия. Это тоже очень красивые шкатулки, в которых можно хранить какие-то украшения, но также какие-то подставки для, там, ручек, либо там, для каких-то изделий именно на кухне. Поэтому, наверное, больше из этих предметов я бы вот таким назвала сибирскими. Давай пару слов под конец нашего разговора. Не можем не коснуться летних веранд. Есть какие-то особые тренды в оформлении, в меню именно летнего летника в Красноярске в этом году? Ты знаешь, на самом деле мы уже были в трёх летниках, и три сюжета у нас уже прошли, что очень классно, что действительно стали делать их удобными, уютными, где ты можешь облокотиться хорошо, посидеть не какие-то деревяшечки, да, ты можешь с комфортом. Плюс ко всему, летнее меню, можно так разговаривать, есть предложение в каждом ресторане, естественно, как обычно, как сезонное меню. Но при этом ты также можешь пользоваться и основным меню. Потому что Максим в прошлый раз меня спрашивал, есть ли меню там основное, либо летнее? Нет, оно действует и внутри ресторана. Котлету принесут на веранду, да. Однозначно, и олени, но если она в меню, у них в основном тоже есть. Поэтому очень красивые веранды, вот мы не буду раскрывать пока всех тайны, следующий сюжет у нас будет очень красивая летняя терраса, которая сделана действительно в экологичном стиле. Там просто деревья прям находятся внутри этой террасы. Завтраки там, где они есть, подают на веранду или всё-таки внутри? Нет, потому что там шведский стол. Нет, подают. Если в этом ресторане предусмотрены завтраки, и летняя терраса открыта, то вообще без проблем. Спасибо. Ну что, мы подогрели вам аппетит для ужина. Приятного аппетита, если вдруг это как раз с вашим ужином совпало. Спасибо Маше большое. Мы через пару минут вернёмся в студию. Будет более практичная, менее съедобная информация. Поговорим про напольное покрытие. Не переключайтесь. Спасибо. Спасибо.